итак ребята всем привет наконец-то я выбрался на долгожданный коп ну к сожалению вырвался где-то всего-навсего 3 наверно сейчас уже четвертый час в прошлом видео я говорил что вот на это поле выйду вот сейчас я распакуюсь и пойдем смотреть что за поле такое интересное проверил я это поле находок к сожалению нету практически вообще нету встречается только алюминиевая проволока и ржавые кое-где банки но это не факт что здесь жили люди хотя он там он были две домовых ямы ну не знаю яма это лет что может природное явление но это место я прошел где-то наверное часик погулял сожалению ничего нет сейчас я попробую поменять другое место и посмотрим что там будет здесь также был произведен шурф здесь я не знаю как будто работала но на самом деле здесь работал всего-навсего один человек человек местный этого села и он здесь копал весь год и по его словам за сезон за сезон своей деревне и близлежащих которые были утрачены в свое время за пять месяцев за пять месяцев копа он поднял 400 монет разное достоинство елизавету вот здесь все шурфит шурфит он очень много вот она окапывает и старые строение именно под фундамент спрашивается зачем вот внутри не знаю делается здесь говорят был подземный подземный ход наверное километра три это усадьба очень большая была советское время его грубо говоря разграбили не просто разграбили а все выносили тележками мешками затем конечно здесь все сожгли вот такой вот у нас место есть здесь я конечно приехал зря сюда сейчас поеду обратно где поднял царскую трешку одну копейку двадцать четвертого года между прочим он хвастался то что поднял одну копейку двадцать пятого года и продал ее за две с половиной тысячи но я его конечно разочаровал сказал что по каталогу она стоит восемь тысяч как минимум но он конечно немножко угас в глазах ладно обратимся на место старые улицы этого села видел с вами будем смотреть что что за монета сейчас монета у нас размерная так пока не могу сказать что это так трудно определить так нет ребят это у нас 1916 в принципе хорошая монета даже я б сказал не очень она их ходила хороший вот и до этого я нашел вот такую тканинку подуставшую вот копаем мы по месту где нашел предыдущую находку 10 копеек серебряные царскую двуточку в общем место выбитое но находки есть копаем с моим он кстати что то он там копает и что то нашел вот и здесь мы я думаю на пару часиков застрянем посмотрим что у нас здесь будет так ребят у нас находка очередная долго не пришлось ждать вот у нас монетка я ее уже достал сказать не могу что это потому что она как-то окислилась так секундочку это у нас одна копейка одна копейка судя по всему двадцать четвертого года смотря по размеру наверное все таки двадцать четвертого года видно двоечку так натереть я сильно не буду до двадцать четвертого года гурт фибристый ну конечно она в окислых чистить надо итак ребята я подошел к речушке и видно здесь вот тропинка проходит видно она старая тропинка здесь вот есть дымовые ямы я так понимаю это бани потому что бани раньше в старину строили ближе к речке и вот у меня был сигнал сигнал и вот она зелененькая вещь вот она лежит берем ее смотрим так это у нас колечко колечко видно по цвету зеленая это значит медь очень старое колечко окислом большой женская потому что на мой палец не залазит в принципе колечко то аккуратно сделано гладенькая тут от души постарался ну все смотрим возможно будет еще что то поднялся ветер вот и здесь вот на месте небольшого шурфа у меня был сигнал и у меня выпала вот такая вот интересная пуговичка очень интересно у меня таких не было видно что она очень старая так называемая в просто народе гирька губица гирька такая вот она у нас красивая ну все смотрим у меня очередная находка в песочке песочке вот такую вот монетку монетку у нас вот такая вот одна копейка вижу проглядывается вот эти песочки ребята ребята не поверите ешь твою налево сегодня я вам только что говорил что парень продал монету одна копейка 1925 года за два с половиной рубля смотрите одна копейка 1925 года сохран такой бодренький это означает эта монета стоит 8000 рублей я по каталогу смотрел буквально сегодня вот это меня обрадовала монетка 1925 года гурт ребристый вот так вот ребята кто ищет тот всегда находит все продолжаю коп у меня впереди вон я вижу распашку пройду по ней еще вернее не распашка кто-то снова закладывал шуруф и очень приличный вот сейчас я про него еще здесь пройду хотя я по этой местности сейчас еще пройдусь и может еще здесь кто-нибудь найду все смотрим итак ребят у меня очередная находка и это у нас обручалка очень тонкая обручалка и помята вот такого образца очередное колечко итак ребята у нас очередная находка саму монету я видел ну изначально я увидел вот он слепочек слепок увидел и посмотрел что это размер где-то примерно с копеечку потом я увидел саму монету вот у нас монета так монета совдепина совдепина год 65 хорошо все равно берем ее с собой очередная находка правда я ее еще не видел но зато я видел такую красоту смотрите вот такая вот вещь прям видно что отпечатана монета вот передняя часть а вот задняя не знаю видно вам нет вот сейчас будем вместе с вами искать вот нашел так это у нас изуродованная копеечка двадцать четвертого года немножко она деформирована мы попробуем ее поправить ну факт есть факт вот так вот она вот была вот так вот красиво она лежала вот отпечаток такой жесткий прям жесткий от нее напечаток даже вот как осталось ну не столь важно самое главное находка итак ребят у меня пополнение приехали ребята с города вот показали свои находки говорят изъездили конечно у них находки не ахти но все же находки есть вот два человека но у них приборы мощнее нюхтерки ну ладно сейчас вместе еще часочек с ними покопаю и домой пойду все смотрим находки наверное будут их не находки будут тоже покажу и вот поднял еще одну монеточку вот слепочек остался монетка копейка опа стоп 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 это не копейка ребята это серебро серебро это 10 копеек 1923 года ох я думал копеечка такая желтоватая была думал копеечка нет это серебро у нас ребята 23 года 1 все смотрим катушка дает о себе знать ходил я здесь с обычной люди здесь ходили очень много и вот эта катушка торнадо нал торнадо пылесосит все все смотрим вот из этой вот ямочки я поднял 10 копеек серебром и далеко не отходя был сигнал и нашел вот такой вот видно что здесь вот мужичок мужичок не знаешь с палкой или с мечом непонятно возможно это так похож на коне солдат времен наполеона вот вот такая вот штучка из разряда замечательно она немножко пострадала я ее брать не буду все смотрим интересно так ребят я вот наткнулся на вот на такое вот место здесь видно что ребята на славу потрудились здесь очень много я и везде заложены шуфы я не представляю сколько труда нужно было вложить чтобы вот так вот все перелопатить представляете это сколько труда нужно вкладывать чтобы найти какую-то монетку которая стоит 20 60 рублей да ребята тут на славу по шурфиле ой а вон там смотрите что творится там вообще как будто трактор проходил туда я не пойду не буду вам показывать вон там он много шурфов лежит вон там вот место в принципе замусорено местные жители сюда свозят всякую дрянь вот ну ребята у нас шурфят хотя может быть что-нибудь находит раз этим занимаются я имею ввиду здесь покопали они здесь все это в прошлом году я видел здесь машина стояла палатка у них стояла тоже ночевкой уходили явно и не местные ну все попробую я здесь еще походить по этому мусору возможно что нибудь и найду хотя время уже подходит к своему завершению если что-то будет покажу так ребята у меня здесь два камрада вон один там он ходит один со мной и вот они сегодня немного покопали и находки у них конечно не густо но и не пусто вот у них такой интересный серебряный крестик замечательные правда без ушка и его уже делали делали дырочку тканинка обычная три копеечки пятьдесят первого десять копеек пятьдесят первого три копейки семьдесятого и двадцать копеек 1961 года вот ребята у нас не местные меня увядали решили тоже здесь походить вот ну я думаю дружить как нибудь мы будем с ними а то одному скучно ходить вот такие вот у нас находки у них приборы конечно посолиднее чем у меня вот ну и ребята говорят давно уже копают ну кладов еще не поднимали в отличие от меня ну все ребята смотрим наверно буду заканчивать свое видео на сегодня время вечер надо их поймать ну все заходите на канал подписывайтесь там много много интересного ждем 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 Субтитры подогнал «Симон»